Морковый комитет рассказал о опыте работы по индексации заработной платы. Но когда мы стали смотреть этот вопрос, то сейчас выясняется, что это несколько шире, чем просто рассказать об опыте и делать какие-то выводы из частного момента, касающегося только портовой организации докера. Мы даже при обсуждении тех вопросов, которые сейчас возникают, поняли, что этот вопрос затрагивает в той или иной степени остроты. Постоянно все оказываются. Сначала я тогда расскажу непосредственно о том, что делалось у нас. С самого начала создания нашей профорганизации, еще тогда, когда она не была сформирована как таковая, только когда собралась конференция трудового коллектива докера, первое, что было сделано, это были выдвинуты требования к администрации. И первые такие серьезные требования, первых требований было выдвинуто три. Значит, первое, это увеличение тарифных ставок и окладов на 60%. Это был 91-й год, когда уже цены начали расти, не так бурно потом, как в 92-м, но уже ушла достаточно серьезная тарифа. Второе требование – снижение физической нагрузки на ручном, при перерывах перегрузов вручную, до 24-х тонн. Тогда у нас было до 60-ти доходило. Значит, и третье – индексировать заработную плату. Вот первые два требования, потом в ходе переговоров с администрацией, она видела, как коллектив тогда, тогда докер, в основном, там еще не было, и профорганизации выступает. Значит, первые два требования были укреплены. Третье требование, которое тогда было выставлено, надо сказать, что в полном объеме до сих пор пока еще не реализовало. Потому что были и в последующем, в течение вот этих прошедших 10 лет, периодически возникались требования с повышением заработной платы. Естественно, всегда это было связано с инфляцией. И каждый раз мы эти вопросы решали, то есть вопросы индексирования оплаты труда, мы решали разовым образом. То есть происходит скачок инфляции, возникает отставание в заработной плате, мы выдвигаем требования, иногда сильно завышенные, ну как во всяких переговорах, значит, движение идет встречное к компромиссу. Иногда, если, значит, видим, что другая немножко обстановка, более такие приближенные к тому, что требовалось минимально. Ну, каждый раз мы достигали вот уровней. Не с помощью механизма договоренности индексации, но для диноврения. И сейчас у нас в июне месяце были проведены переговоры очередные, опять они касались повышения заработной платы. Но на этих переговорах мы уже несколько приблизились к механизму основной инфляцией, потому что уже по этому году в соглашениях, которые были заключены, было записано, что по первому кварталу, по итогам первого квартала, второго, третьего квартала, значит, торизные ставки и оклады поднимаются в соответствии с объявленным Санкт-Петербургским комитетом статистики в индексе потребительских цен. Но, то есть вот это все как бы на практике делается уже, но сам механизм еще не введен. И вот сейчас, как раз в октябре, в ноябре месяце, у нас будут проходить переговоры, на которых мы ставим задачу этот механизм ввести уже в коллективный договор. Где мы так вот пытаемся записать, что ежегодно проводить это на уровне коллективного договора. То есть объявляется индекс потребительских цен, с первого числа следующего квартала на этот индекс повышаются тарифные ставки и оклады. Пока это у нас не достигнуто, значит, по нашему мнению, мы имеем шанс сделать такую запись в коллективном договоре, потому что администрация уже, с одной стороны, к этому делу как-то подготовлена, а с другой стороны, мы знаем, что в коллективе к этому делу стремление большое. Ну и кроме всего прочего, сейчас у нас относительно высокая заработная плата. Ну вот я так полагаю, что в принципе мы где-то с точки зрения инфляции вот той, которая началась еще в 89-м году, где-то примерно вот на уровне того, который у нас был до 89-го года заработная плата. Может быть чуть выше, может быть даже чуть ниже, потому что это надо конкретно просчитывать. Но в принципе вот на этом уровне. Поэтому ставить вопросы просто о повышении заработной платы сейчас становится гораздо труднее, естественно. Потому что когда есть напряженка, то работники жилее реагируют. Когда, значит, просто ставится вопрос, а давайте-ка мы просто повысим заработку. Хорошо бы, но мы понимаем, что далеко не все пойдут на то, чтобы провести в полном объеме все мероприятия, которые предусмотрены законами. А по данным вопросам в условиях относительного благополучия, значит, проводить какие-то меры, какие-то акции, которые не предусмотрены законами, гораздо более рисково. Тем более, вот мы знаем на опыте наших коллег-женнодорожников, которые нам очень подробно рассказывают это дело, они провели вполне законную запастоку. В том смысле, что она была проведена не в рамках закона, регулированной коллективной трудовых споров. И законы это, ну, как бы предусматривают, что это форма защиты индивидуальных прав. Но, вот, несмотря на то, что ее нельзя назвать незаконной, да, тем не менее, там есть и положительные, но и достаточно много таких вот отрицательных сторон. То есть, желательно все-таки проводить это дело более целесообразно, значит, либо в рамках закона строго, что мы, какой опыт у нас имеется, либо, если это делать, выходить за рамки этого закона, только в рамках, как бы, действующей Конституции, то это надо более продуманно организовывать. И вот этот опыт, который есть у наших коллег, мне кажется, что его надо очень-очень-очень осмыслить. Потому что, вероятно, вот этот вот способ, значит, как мне кажется, я так по программе, защиты индивидуальных трудовых прав, он может быть полезен, но вот надо к нему подготовиться. Значит, надо продумать механизмы, в том числе, выхода из этого. Но это я уже, как бы, немножко отвлекаюсь. Значит, на текущий момент, вот у нас стоит задача попытаться включить в коллективный договор механизм индексации. И тут мы, конечно, должны посмотреть, как нам в этом вопросе помогает закон, законодательство, в том числе, конечно, действующий экзот, которому мы говорим, что он, в общем-то, в принципе, неплохой. Действующий экзот мы можем открыть, спокойно прочитать, есть вот статья 81, она, статья 81-1, точнее говоря, она, значит, введена в 92-м году в действие, как улучшение коллективное, как улучшение к зору. То есть это вот один из вариантов. Я хочу сказать, что это типичный прием, характерный для вот этого проекта в оси. Он очень здорово показывает вот это улучшение. Возможности такой есть, говорится. Индексация оплаты труда работников предприятия учреждений и организаций производится в порядке, установленном законом РСФСР об индексации денежных доходов и сбережения к граждану РСФСР. Великолепная статья, замечательно. То есть индексация производится. По названию? Да, по названию. Значит, если мы посмотрим этот закон, то там написано, во-первых, что такое индексация. Значит, индексация – это установленный государством механизм увеличения денежных доходов и сбережений к гражданам в связи с ростом в топических ценах. Тоже неплохо. Дальше этот механизм описывает. Дальше этот механизм описывает. Значит, я не буду его читать, как написано, но я совершенно четко скажу, что строго в соответствии с тем, как это закон. Делается это следующим образом по закону. У каждого есть зарплатная плата какая-то, ну, там, две тысячи рублей, там, три тысячи рублей. Ну, берется часть этой заработной платы, первая часть, которая равна аж полутора кратному минимуму заработной платы в Российской Федерации. То есть, ну, в нынешних условиях 120 рублей, да? Это у нас же индексируется в полном объеме. То есть, если мы знаем, что за этот год, ну, будет инфляция на 20 процентов, вот, на 20 процентов, там, по кварталу написано в законе, значит, индексируется, значит, берется вторая часть заработной платы, тоже равная полутора кратному минимуму Российской Федерации, и индексируется в половину. А все остальные, значит, на 10 процентов. Значит, на 10 процентов. Это и есть механизм. Да, это и есть механизм. И все, весь механизм, но это не все в части всего механизма. То есть, вот, индексируется все, но это не все в части всего механизма. Там в законе есть еще такое существенное понятие, называется порог инфляции. Я думаю, что правильно было бы писать через букву К, потому что там сказано так. Если инфляция меньше, чем 6 процентов в месяц, то ничего не индексируется вообще. Вот такие вот, значит, там в законе написаны фокусы. К нам приезжали коллеги, профсоюзники из Финляндии. Мы спрашивали, как у них это делать, значит, регулировано. Финляндия страна небольшая. Там, значит, я думаю, что то, что у нас называется тарифным соглашением, там можно назвать генеральным соглашением. Вот, по объяву, да? Значит, у них генеральное соглашение, я со слов говорю, к сожалению, я не видел этой записи, но поскольку приезжали представители официальные, и очень нам это дело, значит, так строго говорили, я так доверяю, думаю, что это так есть, как у нас записи. Они в соответствии с этим генеральным соглашением договорились о следующем. Если инфляция, годовая инфляция, 0,5 процентов, то заработная плата индексируется наполовину. Если инфляция от 0,5 процентов до 1,5 процентов, то инфляция индексируется на 100 процентов. Если инфляция больше, чем 1,5 процента, на любой процент, то инфляция индексируется в 1,5 кратном размере. И таким образом, то есть они, конечно, видно сразу, что они в определенной мере позиции сдали. Потому что если инфляция полугодовая, значит, там меньше, чем 0,5 процента, а в тех странах такой опальной инфляции, как у нас нет, то это, конечно, все равно, она там ползущая, может быть, незаметная, но это все равно снижение уровня. Но зато они ввели вот этот порог инфляции наоборот. То есть если вдруг инфляция стала высокой, то индексировать надо в полтора раза. И таким образом, конечно, они безусловно инфляцию тормозят на государственном уровне, фактически. Такое опалка. Если полтора процента и пишешь, то индексируется в полуторакратном размере. Естественно, никто из работодателей не хочет этого механизма, применения этого механизма. И добиваются, в том числе, там, путем лавирования и прочего, чтобы этого не было. Чаще всего, как они нам говорят, чаще всего они попадают в нижнюю часть этого дела. То есть они не хотят индексировать заработную плату в полном объеме, вообще даже в полном объеме. И поэтому добиваются, ну, так вот, применяют разные способы. А как известно, вообще, по теории, инфляция вообще дело на самом деле не спонтанное, а регулируемое государством. И механизмы есть применения, как он делал. Из этого следует, кроме всего прочего, что нас вручает в этих условиях, при обстоятельстве этого действующего закона, то, что в законе сказано, что это обязательно для государственных предприятий, но для предприятий другими формами собственности, это, значит, на усмотрение коллектива. Поэтому мы имеем возможность попытаться вот то, о чем я прежде говорил, сделать. Такая законная возможность у нас есть. Хотя, конечно, если администрация заглянет в закон, то она попытается сделать, давайте мы сделаем в законе, как в законе. То есть это как раз говорит о том, что у нас есть совершенно четкая у всех работников потребность к тому, чтобы действующее законодательство улучшилось. Не оставлять в том виде, в каком есть, а доводить до другого уровня. И я сразу же обращаю внимание на то, что статья 176-я проекта Трудового кодекса России, подготовленного профсоюзами фондово-рабочей академии, принесенная сейчас в Думу, которую отставил Шейн, наверное, Квасиевский, значит, в ней прописан механизм полной индексации. И в этом смысле, конечно, наш еще дополнительный как бы аргумент, да, мы не все же перечисляли, там есть и другие, конечно, дополнительный аргумент в пользу того, что наш проект Трудового кодекса, он как раз вот направлен на то, чтобы улучшать трудовое законодательство. И в частности сказано, что индексирование, повышение номинальной заработной платы производится в размерах необходимых для обеспечения роста реальной заработной платы. Даже не сохранение вот на том уровне, на котором все время, значит, оставайтесь на этом уровне, всю жизнь отживите с этой заработной платы, а для того, чтобы был обеспечен рост. И это совершенно правильно, это соответствует вот в том числе и той практике, которая есть в западных странах. Значит, мы тут видим, конечно, что у нас есть первое постановление, которое рекомендуется профсоюзным организациям явочным порядком вводить в действие положение закона, положение проекта Трудового кодекса. Ну вот это, то, что мы делаем, фактически мы, это сейчас только, я, например, лично понял, что мы это все делаем, не потому, что там российский комитет рабочих так рекомендовал, не потому, что это там записано. Есть такая потребность сама по себе. То есть мы вышли на это совершенно своим путем, никакой, не было там заподготовленности и так и тому подобное. И, конечно, мы заинтересованы, как и все остальные, в том, чтобы в других организациях тоже занимались вопросами индексации. В том числе мы знаем, что, к сожалению, в большинстве случаев организации работают не очень сильно для того, чтобы поднять работу, требуется достаточно большое усилие. И когда работники выдвигают требования просто повышения заработной платы, то встречают достаточно ожесточенное сопротивление. Если выдвигать требования с индексацией заработной платы, то оно, само собой, значит, с этим требованием спорить гораздо сложнее, потому что оно логически оправданно. То есть мы заинтересованы в том, чтобы все другие организации занимались этим вопросом, и то, о чем мы хотели попросить российский комитет рабочих, о том, чтобы стало известно о том, что и наши организации занимаются, и другие организации занимаются индексированы в той или иной мере, и этим бы занимались и другие. Мы подготовлены комитетом, подготовлены проект постановления. Но при подготовке этого проекта, в подготовительном комитете возникли разногласия. Хочу сказать, что подготовлены, в принципе, три варианта проекта постановления. И вот Владимир Михайлович мне передал еще один вариант проекта. Но он, в принципе, значит, эта вариация может быть более такая скомплицательная. Одно из трех. Более гладко. Поэтому я вот вашему вниманию хочу предложить проект постановления. Постановление Российского комитета рабочих об индексации заработной платы. Российский комитет рабочих считает актуальной задачей рабочих организаций в интересах сохранения отечественного производства добиваться антиинфляционного индексирования, сколько повышения, размеров тарифных ставок и окладов всех работников, в размерах, необходимых для обеспечения роста покупательной способности реальной заработной платы. Российский комитет рабочих призывает организации всех профессиональных союзов координировать свои действия по закреплению в коллективных договорах и соглашениях минимальных размеров и периодичность индексационных увеличений оплаты труда согласованно организовывать и проводить совместные акции. Это вот первая часть проекта постановления, с которой согласны все были, те, кто участвовал в его подготовке, и еще две части. Значит, вторая как бы часть. Поскольку индексация зарплаты в экономическом смысле это повышение ее на тот процент, на который выросли цены, одной из задач индексации является достижение в перспективе той покупательной способности, которую зарплата имела в четвертом квартале 91-го года, то есть вот до обвальной инфляции. И следующий вариант, практически повторяю предыдущий, речь идет о том, чтобы достичь покупательной способности зарплаты в третьем квартале 98-го года, до последней обвальной инфляции. Значит, о чем идет речь? То есть в одном, в первом варианте говорится вообще об индексации, в принципе, и периоды, как бы, предлагается устанавливать по усмотрению в коллективных договорах в каждом конкретном случае. Второй вариант предлагает показать перспективу реальную, что действительно это происходило, произошло в течение десяти лет. И третий вариант в течение последнего периода. Значит, вот с моей точки зрения, я, значит, опасаюсь того, что, я считаю, что и первый вариант, то есть, ну, второй вариант, точнее говоря, да, где говорится о ствердом квартале 91-го года, он правильный по сути, потому что действительно у всех, включая и нас, возможно, заработная плата 91-го года, сами знаю, значит, как снижалась реальная. Но для того, чтобы достичь каких-то величин, да, требуется определенное усилие, определенная подготовленность организации. Когда объявляется работникам, что ставится задача достичь за десятилетний период, то, когда слишком большие перспективы называются, да, слишком большие цели ставятся, то возникает ровность по поводу того, возможно ли это достичь. То есть, я так полагаю, и на нашем опыте, несмотря на то, что мы это дело достигли, я полагаю, что надо попытаться, ну, значит, попытаться сделать так, чтобы явочным порядком ввести механизм индексации, не тот, который предусмотрен законом, а соответствующий самому понятию индексации, а потом уже, значит, двигаться дальше к тому, чтобы добиваться выхода на уровень реальной заработной платы, та, которая была. Ну, другие товарищи, они, значит, считают по-своему. Поэтому я, как бы, доложил то, что есть. Так, вопросы? Вопросы нет. Спасибо. У меня вопрос. Вопросы, я понял, что Вы, вот, свои опасения, когда Вы даете, как комментарий, к известному главарунице, великое тело растает великую мегрю. Что Вы поставите, прошу и сказать. Ну, значит, мне кажется, что так абстрактно поставлено растает великую мегрю. Я опасаюсь, что эти воды затянули. То есть, мне, мне хотелось бы лучше пусть, родиться, родиться ребенок, да? А потом мы ему голосы будем насаживать, золы вставлять. У меня второй вопрос. У меня второй вопрос. Вот сами-то Вы довели до того уровня, который был 10 лет назад, а потом стали делать плавную такую маленькую компенсацию, или не довели до того уровня, который был 21 год? Мы сами довели до того уровня. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ До первой сирены, шуршал, запил осторожно шаги по окнам. Но девушек краше, чем ссорами нашим, его никогда и нигде не найти. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сейчас-сейчас я тоже. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ